Меня зовут Роман Балабасов, мне 18 лет, я учусь в Дзянсу Тасьёе в городе Джанцзяне. 23 числа я приехал в Китай, в Шанхай, нас встретил куратор с Харбина. Мы поехали в один отель, переночевали там, поехали в другой отель, переночевали там, оформили сим-карты China Unicom, очень хорошие. На следующий день мы переехали в общежитие, нас встретили в общежитие и через несколько дней началась учеба. Учеба была несложная, в основном мы больше отдыхали и ездили по экскурсиям. В Шанхае мы провели месяц, познакомился с очень многими людьми. К сожалению, они разъехались по другим центрам, АФП, в Дзянцзинь, в Харбин, в Вайхай или остались в Шанхае. Приехал в Дзянцзинь чуть больше недели назад, нас сразу засели в общежитие. Сначала общежитие мне не очень понравилось, потому что там было сыро. Нас всех засели на первый этаж, но самое удобное это то, что туалет и ванна находились непосредственно в комнате. Это было очень хорошо. Через несколько дней мы обустроили комнаты, мы съездили в магазин, в Ашан, купили подушки, купили одеяло, наволочки. Я купил еще лампу, купил баскетбольный мяч. Стало все прекрасно. Территория университета огромная. Тут есть площадки, спортивные площадки, баскетбольные, волейбольные, футбольные поля. То есть для спорта все идеально. Есть спортивный зал, есть даже бассейн. Если ты просто хочешь заниматься, то у тебя все возможности есть. Я плавать хочу очень-очень-очень, потому что я занимался плаванием в России. Ну, играть в баскетбол, ну, я уже играл в баскетбол. Тут очень много народу, особенно где-то с 12 до 7 вечера. Очень много китайцев играют, все занято. Это более южная часть Китая, тут диалект. И ты не всегда можешь понимать китайцев, то есть тут нечистый Патунхуа. Поэтому немного есть трудности при общении. Преподаватели преподают Патунхуа. Ну, во всех университетах. Я имею в виду, если на улице хочешь с кем-нибудь поговорить, особенно если более старшее поколение, то сложно будет понимать язык. Ну, FP – это очень хорошо. Особенно если ты с нуля изучаешь язык, то есть тут 4 учителя, и 2 из них разговаривают на русском. Если ты что-то не понимаешь даже на английском, не то что на китайском, то они тебе объясняют на русском. Это очень удобно. И когда к нам пришел учитель, который говорит только на китайском, для меня это была хорошая практика. Учителя позитивные, всегда помогут. Сейчас началась учеба, но уроки не занимают очень много времени. Я думаю, первые полгода, когда будет только китайский язык, будет не очень сложно. А вот после первого полугодия начнутся специальности. Это бизнес, гуманитарий, наука, техника. Тогда уже будет очень сложно. Уф! Субтитры подогнал «Симон»